Здравствуйте, дорогой зритель! В эфире Первого Городского начинается последний апрельский выпуск программы «Вятка Тудэй». Как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев и вот что сегодня мы для вас приготовили. Смотрите сегодня в программе. Раскопки длиною в жизнь нащерса. Вот это как мы в Сирии после бомбежки, посмотрите. Чему Вятскому улыбается американский режиссер Стивен Спилберг? Яркие заголовки из газеты про город, которая еще не вышла в печать. Лихой троллейбус едва не протаранил дом печати. Чем заняться в майские праздники? 30 апреля в городе будет скучно, тихо и невесело, потому что все самые активные кировчане от 18 до 63 соберутся в ДК железнодорожников. И немножко мотивационного субботника в ваши дома. Друзья, выходите все на субботники для того, чтобы наш город был чистый и красивый и хорошо приброс. Начнем с истории о том, как работает кировская теплоснабжающая компания. Вернее, о том, как они занимаются ремонтом. История тоже стала притчей во языцах. Ребята находят где-нибудь детскую площадку, выкапывают рядышком с ней яму, чтобы любой любознательный подросток мог посмотреть, как делаются трубы, и бросают. Подобная история произошла и на улице Щерса. Оксана Стяшкина подробнее. Вся вот придворовая территория, посмотрите, как в Сирии после бомбежки. Посмотрите, что делают. Все перерыли, а ничего не уделывали. В такой безобразный вид превратился двор дома номер 47 по улице Щерса. По словам жильцов, всему виной ремонтные работы, которые еще осенью проводила кировская теплоснабжающая компания. Ям наделали и все, а за собой ничего не уделали. Теперь остается только вспоминать, каким образцовым был двор до раскопок. Была ровная площадочка, росла травка, все, здесь была парковочка организована, культурная. От этой проблемы страдают и взрослые, и дети, и пешеходы, и водители. Парковаться негде и пройти невозможно по-нормальному. Мы вынуждены машины ставить около детской площадки, что вообще недопустимо. А если дети вот тут вот утонут, ведь даже не огорожено. Как оказалось, раскопки только этим двором не заканчиваются. Они длятся прямо до дома номер 32 по улице Грибоедова. Папа, спасибо. Хорошо, спасибо. И вот она, крайняя точка этих раскопок. Ну и накопали. Все вот так вот было, все разрыто. Знаете, приехали, когда все это смерзлось, даже вот там плиты лежат, которые так и не положили на трубы. Жильцы обращались с этой проблемой во всевозможные инстанции. И отовсюду слышали только один ответ. Ничего не говорят ни ответа, ни привета. Ну и, конечно, звонили в КТК. Там ничего не говорят, там молчат. Мы сами позвонили в Кировскую теплоснабжающую компанию, чтобы узнать, когда приведут в порядок раскопанную территорию. Сейчас, до 9 мая, планируется провести разравнивание грунта и подсыпку чернозема. То есть восстановление так, как там была территория раньше. Поэтому будем надеяться, что жильцы дома номер 47 по улице Щерса совсем скоро перестанут стыдиться от своего двора. А мы приедем и проверим работу Кировской теплоснабжающей компании. Оксана Стяжкина, Игорь Волосков. Программа «Вятка Тудей». Ну а если и вас что-то раздражает в вашем дворе, в вашем микрорайоне или в вашем городе, вы вполне можете, не дожидаясь съемочной группы, снять все это на мобильный телефон и отправить в нашу редакцию. Как это сделала Надежда с перекрестка Попова и Калинина. Она прислала нам сюжет в рубрику «Ай-яй-яй». Это видео сняла для нашей программы Надежда. Она уже не первый день наблюдает на перекрестке улиц Попова-Калинина неприятную картину. Прямо на дороге провалился асфальт. Похоже, тут было какое-то деревянное ограждение. Но теперь оно превратилось в щепки. И теперь женщина переживает, что в эту яму легко может провалиться колесо машины и тогда не обойтись без дорогостоящего ремонта. Надежда просит обратить внимание на это безобразие ответственные службы. Сегодня на наш редакционный Nokia 1100 пришла смска. Ребята, я тут нашел парочку кировских видеороликов. Это кайф, это восторг. Пожалуйста, покажите в вашей и моей любимой телепередаче. С уважением, Стивен Спилберг. Ну, раз Стивену нравится, мы показываем. А Стивен улыбается. Спилбергу нравится, Спилберг улыбается. Итак, первый видеоролик. Смотрим. Ну, что вы подумаете, когда увидите такой ролик по телевизору? Ну, скорее всего, вы включили какой-то музыкальный канал с французским рыбачком. Но если вы присмотритесь, то опознаете в этих парижских трущобах вполне себе кировские дворики. Но самое интересное в этом видео – это финал. Итак, вот что происходит с темнокожим парнем в кировской подворотне, когда он снимает клип. Спасибо вам, Юрий Николаевич! Это было трудно мне позабыть тебя. Это было трудно мне позабыть тебя. Мне кажется, каждый из вас, проходя мимо пруда у цирка и глядя на рыбаков, задумывался, а чё они там ловят? А вот чё! Коли, чё! Надо ходить, надо ездить. Нормально. Трофейчик такой хороший. Я вообще таких первый раз вижу. Спилбергу нравится. Ведь он тоже любитель купить опарыша, а потом пару часов ждать поклёвку. Ну и за финалем спецэффектами и спортивной драмой. На таком вот истеричном вятском позитивчике и закончим. Спилбергу нравится. Спилбергу нравится. Спилберг улыбается. А теперь новый проект в эфире программы «Вятка Тодей». Бюро находок. Почему бы нет? Ну просто периодически люди звонят и говорят, вот мы нашли, а кто-то потерял. Сегодня же в нашу редакцию пришла очень милая дама Софья Васильевна и рассказала о находке, которую сделала возле кинотеатра «Октябрь». Этот небольшой кошелёк, вероятнее всего, принадлежит девочке или девушке-подростку. К кошельку с надписью «My Little Pony» прикреплён брелок с британским флагом, а внутри него 18 рублей 70 копеек и билет на автобус. Судя по билету, хозяйка приехала к кинотеатру «Октябрь» на 23 автобусе 19 апреля, то есть в прошлый вторник в 7 часов вечера. Если вы знаете хозяйку этого кошелька, звоните по номеру телефона 64-7261. Софья Васильевна переживает. А теперь немножечко про города в ваши дома. Мы считаем, что вам очень не хватает того бесплатного про города, который вам приносят. Поэтому вот вам ещё газеты через телевизор. Итак, друзья, что же нам стоит почитать в свежем выпуске газеты про город накануне весёлых выходных. Весь город в собачьих фекалиях. Лихой троллейбус едва не протаранил дом печати. Сильный ветер в городе. Рухнувшие заборы и разрушенные остановки. Вересники затопило. Постройте в городе крематорий, а то умирать страшно. В общем, не знаете, чем развлечь себя в выходные, чем вызвать улыбку и поднять себе настроение? Читайте свежий выпуск газеты про город. Весёлого всем уикенда. Отдохните, будто в последний раз. Эх, хорошая погода за окном. Хорошее настроение. А куда бы нам сходить? Спросите меня вы, а я вам отвечу. У нас есть рубрика «Выбор редакции», где мы всё за вас придумали, куда отправиться в эти майские праздники. Чем заняться в эти выходные, помимо краш-теста новой решётки и мангала, узнаем в нашей рубрике «Выбор редакции» «Фестиваль веселья». Поехали! 30 апреля в городе будет скучно, тихо и невесело, потому что все самые активные кировчане от 18 до 63 соберутся в ДК «Железнодорожников» на дни рождения. Студклуба Политеха. Сами продают билеты, сами их покупают и сами выступают на сцене. А если вы не можете найти на балконе транспарант к 1 мая, потому что мешаются санки, лыжи, сноуборды, скейтборды и роликовые коньки, то это значит, а, у вас активный ребёнок, и, б, 1 мая приезжайте на открытие верёвочного лагеря «Гамми». Ну и, наконец, 2 мая. Весна на дворе. А это пора убрать одни меха в дальний угол шкафа и достать другие меха, чтобы их растянуть на концерте «Играй гармонь». Это была рубрика «Выбор редакции». Неважно, как вы собираетесь провести выходные, главное, что используйте наши советы. И ведь явно в майские праздники, дорогие зрители, вы поедете на пикник или в лес? Пожалуйста, обязательно приберитесь за собой или просто устройте субботник. Вот вам небольшой мотивационный ролик, как на субботник ходил Первый городской канал. У-у-у! Бежим работать! С каким нужно настроением приходить на субботник? Надо, чтобы под речком всё было. Хорошее настроение, бодрое, веселое, коллективный дух. Быстрее всё приберётся и будет чистая красота. Скоро травка зелёненькая и можно на пикник. Каждый год все сотрудники Первого городского обязательно выходят и прибираются. Это очень сплочает коллектив. Уже работа сложена. У вас уже всё как в грабельке, да? Да. Вот так вот вместе взяли и поняли. Друзья, выходите все на субботники, для того, чтобы наш город был чистый, и красивый, и хорошо прибранный. Сегодня мне досталась самая сложная работа. Я держал грабли, два раза держал пакет и сейчас надеюсь посмотреть на костёр. Я прибирал листики, щепки, коряги, опил, верёвки, проволоку и очень много всего. Раз, два, три, мусор убери! И на сегодня и на апрель это всё, что мы для вас приготовили. Если у вас есть интересные новости, видео занятное вы снимите во время майских праздников, всё присылайте на электронную почту или уже после праздников звоните по номеру 54 18 19. В студии же был Роман Корнеев, и это была «Вятка Тудей». Как новости, только душевнее.